Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 23 по 32. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, как о неудобе мучий богатство в Царствие Божие внидут, Ученицы же ужасахуся о слове всех Его, Иисус же паки, отвещав глагола им, Чада, как о неудобе павающим на богатство в Царствие Божие внидут, Удобе его есть вельбуду сквозей глине уши пройти, Не же богато в Царствие Божие внидут, Они же излих одевляхуся глаголюще к себе, То кто может спасен быть и? Возреже на них Иисус глагола, У человек невозможно, но не у Бога, Вся бы возможна суть у Бога. Начат же Петр глаголу Тиму, Семы оставихом вся и вслед тебе и дохом, Отвеща же Иисус рече, Аминь глаголю вам, Никто же есть и же оставил есть дом Или братью, или сестры, Или отца, или матери, или жену, Или чада, или села меня ради И Евангелия ради, Аще не примет старицею ныне во время сие Домов и братья, и сестр, И отца, и матери, и чад, И сел в изгнании, И век грядущий живот вечный, Но здесь же будут первые и последние, И последние первые, Бях уже на пути восходящего Иерусалим, И беваряя их Иисус, И ужасахуся, И во след идущие, Баяхуся. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, Но Иисус опять говорит им в ответ, Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, Нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, Кто же может спастись? И Иисус, возрев на них, говорит, Человекам это невозможно, Но не Богу, Ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, Вот мы оставили все и последовали за тобою. И Иисус сказал в ответ, Истинно говорю вам, Нет никого, кто оставил бы дом, Или братьев, или сестер, Или отца, или мать, или жену, или детей, Или земли ради Меня и Евангелия, И не получил бы ныне, во время сие, Среди гонений во сто крат более домов и братьев, И сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, А в веки грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, И последние первыми. Когда были они на пути, Восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, А они ужасались, И, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, Что будет с Ним. Осуждает ли Господь богатство? И всякий ли человек, Оставляющий семью, детей, И свой дом по религиозным воззрениям, Наследует вечную жизнь? Такие вопросы ставят перед нами, Дорогие братья и сестры, Сегодняшнее евангельское чтение. В иудейской традиции Богатство человека определяло его праведность. Считалось, что чем богаче человек, Тем праведнее он в глазах Божьих. Тем больше Бог благословляет Такого человека земными благами. Поэтому неудивительно, Что ученики были поражены словами Господа О том, что трудно имеющим богатство Войти в Царствие Божие. Но Спаситель пытался донести До слушающих следующую мысль. Не само богатство, Но стремление удержать Лишь для себя имеющееся благо Привязывает интересы, мысли и чувства человека к земному, Что не позволяет следовать за вечным. Епископ Михаил Лузин поясняет, Не само в себе богатство опасно, Но в том случае, Если человек на него надеется, Если все упование счастья Своего заключает в нем, Если привязан, Если любит его более всего. Кто же может спастись? Спрашивают апостолы. Если богатство человека Не признак благословения Божия, И богатые люди Не будут наследниками Царства Божьего, То кто тогда сможет войти в него? На это Спаситель отвечает, Человекам это невозможно, Но не Богу, Ибо все возможно Богу. Если человек стремится К вечной жизни в Царстве Божьем, То Господь укажет путь И способы достижения заветной цели. Но без божественного вмешательства, Своими усилиями, Ни один человек не сможет Достичь Царства Божьего. Ведь, как пишет архиепископ Овергий Таушев, Милующая и спасающая благодать Божия Сильна сделать и то, Чего не может сделать человек Одними своими собственными силами. После того, как богатый юноша Отошел от Христа, Отвергнув призыв следовать за Господом, Апостол Петр замечает, «Вот мы оставили все И последовали за Тобою». Действительно, апостолы были людьми Разных профессий и достатка. Кто-то был беден, Кто-то, наоборот, богат. Но все они оставили все, Что имели и последовали за Христом. В этом выражалось их самоотвержение. На это Господь отвечает, Что не только они, Но и всякий, кто ради Него И Евангелия Оставит все, к чему привязан душой, Получит великую награду. И при том, не только в будущей, Но уже и в этой земной жизни. Преподобный Иоанн Кассиан пишет, «Сто крат более братьев и родителей Приобретет себе тот, Кто ради Христова имени Перестанет любить Только отца и мать или сына И искренне полюбит всех тех, Кто служит Христу. Вместо одного брата или отца Он приобретет множество отцов и братьев, Которые будут связаны с ним Еще более горячим и действенным чувством». Действительно, в первые века христианства, Во время гонений, Все христиане становились Как бы одной семьей, Являясь братьями и сестрами во Христе. И дом каждого из них был всегда открыт Для всякого проповедника Слова Божьего, Становясь как бы его собственным домом, Взамен оставленного ради Христа И проповеди Евангелия. Таким образом, дорогие братья и сестры, Сегодняшнее евангельское чтение Дает нам ответы на поставленные В начале передачи вопросы. Не богатство само по себе, А лишь отношение человека к этому богатству Является препятствием Для вхождения в Царство Божие. И богатый их может следовать за Христом, Используя свое богатство Для совершения добрых дел. Оставление своих семей, детей, И дома ради веры Оправдывается Христом Лишь для проповеди Евангелия. Через эту проповедь человек расширяет свою семью И свой дом во Христе, Приводя себя и близких к вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...